Президент Зеленский в этой неделе приехал в США. Цель, конечно, встретиться с конгрессменами, с президентом Байденом, говорить насчет помощи Украины, чтобы она продолжалась. Там застрял в Конгрессе законопроект 60 миллиардов долларов. Для вас, для Украины, какой был бы хороший результат этой пьески? Здесь очевидный ответ. Мы либо-либо. Мы либо действительно умеем защищаться, а мы — это не только Украина. Это те страны, которые стоят рядом с Украиной. Это те страны, которые хотят, чтобы в мире были определенные правила, чтобы работало международное право, чтобы была гарантия того, что договоренности будут соблюдаться, что нельзя прийти с насилием, захватить что-то, что нельзя оскорблять и так далее. Конечно, для нас приемлема и важная помощь Соединенных Штатов принята здесь и сейчас. Почему? И президент находится в Соединенных Штатах сегодня, чтобы как раз объяснить, что инвестиции, те, которые Соединенные Штаты выделяют Украине, это в рамках взаимного пакета помощи Украине, Израилю, Тайваню, это инвестиции в несколько вещей. Первое — это инвестиции в стабильность и в предсказуемость. Это инвестиции в глобальное лидерство демократии и Соединенных Штатов. Это инвестиции в безопасность, безопасность в том числе Соединенных Штатов. Это инвестиции в адаптацию современных военных технологий под новые типы войны. И это инвестиции в разрушение ключевого сегодняшнего донатора нестабильности глобальной, Российскую Федерацию. И, конечно, для нас это, во-первых, символизм, очень важно, когда Соединенные Штаты, один из крупнейших доноров наших военных, это делает сегодня. И второе — это будет дополнительно стимулировать другие страны, которые входят в проукраинскую коалицию, делать это тоже. Почему? Потому что цена вопроса высокая. Я еще раз, я просто хочу, чтобы вы понимали, это же ведь не про деньги. Это вообще не про деньги. Я понимаю, что суммы большие звучат и так далее, но это на самом деле всего от 2,5 до 5% военного бюджета Соединенных Штатов. А на что военные бюджеты надо тратить? На безопасность, на защиту. На защиту тех ценностей, в рамках которых вы можете прогнозировать свою жизнь. Так вот это вопрос сегодня инвестиций в защиту ценностей, в которых мы с вами хотим жить. Свобода, конкуренция, демократия и так далее. Поэтому для нас это, конечно же, крайне важно. Вы сказали, это либо-либо. Если есть такая озабоченность, что сокращается западная витримка Украины, милитарная, либо-либо, что случится? Очень просто. Резким ростом глобальной нестабильности, резким ростом количества точек, где будут эскалации, войны, резким ростом агрессивной пропаганды. Вы ее у себя будете видеть в большом объеме. Умножьте раз в 10-15 то, что сегодня происходит с точки зрения информационной агрессии России на вашем рынке. Это будет провоцировать другие страны с нестабильными режимами, например, Венесуэлу, более агрессивно себя вести в Гаяне. Это будет провоцировать многие террористические организации, такие как ХАМАЗ, более агрессивно себя вести. Это будет говорить о том, что нет никакого глобального миропорядка. Кто сильнее, тот и прав. Для Украины на практике это будет стагнация по линии фронта и увеличение той цены, которую Украина уже платит. Россия ведь никуда не исчезнет. Россия будет продолжать пытаться захватить какую-то территорию Украины. Россия ведь не отказалась от главной своей цели. Все, что Россия рассказывает, это не так. Россия единственную цель имеет уничтожение Украины с максимальным убийством большого количества граждан, которые не лояльны к русскому миру по определению. А у нас таковых более 95% населения. 5% — это коллаборанты, которые уже уехали в Российскую Федерацию на оккупированных территориях. Так вот, для Украины это будет означать другой уровень цены, который надо будет исполнить. Мы же не сдадимся. Я хочу, чтобы просто было понятно, мы не будем останавливаться в защите своей территории и в попытках ее освободить. Мы будем точно так же идти, пытаться идти вперед. Просто Россия получит уверенность гораздо большую, что она сможет нас доуничтожить. Вот и все. Параллельно с этим мы будем делать, и сегодня уже делаем это вместе с партнерами, с европейскими партнерами, инвестируем в военное производство. Вносим изменения в тактику ведения боевых действий, понимая, что в асимметричной войне, а мы не можем состязаться с Россией, в симметричной войне, то есть выставляя такое же количество людей или выставляя такое же количество старой военной техники. Нет, мы можем работать только асимметрично. Это значит, нам нужны высокотехнологические решения. Это значит, нужны инвестиции в дроновое, в ракетное производство, в производство систем радиоэлектронного контроля, в попытку выдавить Россию из воздушного пространства, потому что Россия до сих пор над полем боя, над линией фронта доминирует с помощью тактической авиации, вертолетов и так далее. Вот выдавить отсюда. Мы будем сражаться. Я просто хочу, чтобы это было понятно. Когда мы рассуждаем о военной поддержке, мы рассуждаем о том, в каком мире вы будете завтра жить. Если вы хотите проиграть добровольно. Вот демократия. Вот они говорят, смотрите, нам жалко инвестировать в Украину 10, 15, 20 миллиардов, потому что Россия тратит в год на войну только прямых ассигнований 120 миллиардов долларов, косвенных ассигнований еще столько же. Нам жалко 10 миллиардов, чтобы Украина смогла выиграть и чтобы Россия перестала угрожать военным путем кому-то. Ну тогда вы должны так и сказать, что мы хотим проиграть России. Мы хотим проиграть России, потому что мы ее продолжаем бояться. И потому что мы считаем, что если мы сегодня не поддержим Украину, то завтра Россия не пойдет в другие страны. Ну мы считаем, что Россия удовлетворится тем, что захватит часть территории Украины. Здесь Зеленский говорил в США, что Россия видит Украину как ступеньку только для следующих. Президент абсолютно прав. Президент Украины намного глубже внутри войны находится. И, конечно же, он точно понимает те акценты, которые в этой войне уже расставлены. Какие акценты? Российская Федерация полностью сбросила маски. Она уже не будет такой, как была даже до начала полномасштабного вторжения. Они могут существовать, это очень внимательно нужно всем понять, они смогут существовать дальше, контролировать внутреннее свое пространство, только если будут постоянно кого-то атаковать. Экспансионизм. Это единственный способ существования России нынешнего типа. Российская Федерация убрала все права человека в своей стране. Российская Федерация перестроила внутренний рынок на лагерный тип управления. То есть там нет ни политической конкуренции, ни свободы слова, и не будет уже, пока эта элита управляет. И для того, чтобы все это контролировать, объяснять людям, почему они живут так, как они живут, бесправно, им нужно продавать миф о великой России, которая может всех атаковать. И, соответственно, Россия будет, она уже перестроила экономику в милитарную составляющую. Россия тратит все на войну. И, соответственно, как только она закончит с Украиной, уничтожив Украину, попытавшись уничтожить, она будет пытаться уничтожить страны Балтии, потому что вы их сильно раздражаете, Молдову, потому что, ну, потому что там Приднестровье, или там еще что-то. Будет продолжать атаковать бывшие советские республики, которые расположены на азиатской части бывшего советского пространства. Она будет провоцировать страны Европы, такие как Польша, Финляндия, если мы говорим, мы уже видим то, что происходит на финской, российской границе и так далее. То есть это несомненно, потому что Россия, которая в таком виде, как сегодня существует, она сможет дальше существовать, только постоянно расширяясь, то есть постоянно кому-то угрожая. Но и при этом не забывайте, Россия будет тратить очень много денег на террористические акции, Россия будет тратить очень много денег на финансирование различных общественных организаций провокационного типа в европейских странах, Россия будет тратить очень много денег на финансирование партий специфической идеологии, как правило, нацистской идеологии, ультраправой идеологии. Россия будет очень много денег тратить на провокацию протестных настроений, на коррупцию, на агрессивную пропаганду, на информационные оскорбления, на специфический культурный продукт. этот будет другой мир. И еще раз подчеркиваю, и Россия создаст альянс из других стран, которые тоже захотят перераспределить территории, кого-то проатаковать и так далее. У меня вопрос встречный. Если вы добровольно хотите проиграть России сейчас, почему вы считаете, что вы сможете контролировать или сдерживать ее обнаглевшую, опьяненную кровью завтра? И сколько это будет стоить? Если сегодня все упирается в инвестиции достаточно большие, но возможные, инвестиции через Украину в обеспечение общеевропейской безопасности, то почему завтра вы думаете, что эти инвестиции не возрастут многократно? Думаете ли о том, что в данный момент, например, думает, размышляет Путин, какая у него стратегия? Очень интересно, вы сказали, Путин размышляет. Нет, у Путина сформированы две парадигмы внутренние. Первое, он маниакально ненавидит Украину. Это внутренний комплекс ненависти, это психическое отклонение. То есть для него уничтожение Украины уже является идефиксом, то есть целью, которую обязательно нужно реализовать. Независимо ни от чего. Поэтому здесь и нет никаких опций переговорных, компромиссных и так далее. Человек искренне считает смыслом своей жизни уничтожение Украины и реализует эту программу настойчиво, начиная с 2003 года, там первый конфликт на острове Тузла был, и, соответственно, постоянно наращивал попытку реализовать свою ненависть к Украине. И вторая составляющая, он считает, что он пережмет европейские демократии. Он считает, что они слабые. Авторитарная система, он хочет доказать миру, что любая авторитарная модель, где есть пахан, где есть вождь, где есть сталинского типа управитель, сильнее, чем демократии. То есть он хочет обнулить концепцию демократии. И он продолжает это делать, и будет это делать до конца. Для меня вообще загадочно, что кто-то после двух лет войны или после того, как Путин разговаривает со всеми, у кого-то есть какое-то иллюзорное представление о том, что это договороспособный человек. Что можно будет вернуться в это счастливое довоенное время, когда Россия много денег тратила на культурный продукт, на лоббистский продукт, на информационный продукт, на участие в разных мероприятиях в Европе, на грантовские программы поддержки профессуры, студентов и так далее. Не будет возвращаться. Путин перестроился. Он будет коррумпировать. Понятно, европейские элиты продолжают. Попытаются это делать. А второй он будет убивать. Он будет убивать. Он ненавидит никого. Он только что тоже первый раз приехал Ближний Восток. Ну, сначала, по-моему, масштабного сражения. То есть он уже куда-то едет? Да, он, к сожалению, вы правы. Мир, на мой взгляд, не понимает всех рисков, которые генерирует Россия. Ну, вот любая страна должна понимать, что ты должен видеть хотя бы там 50-летний срез своего будущего, да, где ты будешь. Путин — это нестабильность, это хаос. И, соответственно, если вы сегодня к нему толерантно относитесь, это не значит, что завтра в том или ином регионе не вспыхнет конфликт. А значит, тогда вы непредсказуемо живете, значит, ваши дети будут получать конфликты. И тогда все время будет хаос. Путин — продавец хаоса, Путин — продавец нестабильности, а не продавец договоренностей. Это нужно понять. Я понимаю, что многие страны, независимо от региона, и Ближний Восток, или там Арабский регион, или это Африканский континент, или это даже европейские страны, исходят из своих национальных интересов. Безусловно. И чем дальше они от войны, от войны в Украине, тем менее она их затрагивает с эмоциональной точки зрения, с рациональной точки зрения. Она на них не оказывает такое влияние, как, например, на нас с вами, которые непосредственно находятся возле России или вообще в очаге войны как таковой. Но, на мой взгляд, если вы хотите прогнозировать собственное будущее, вы должны понимать, что Россия в таком виде, как сегодня существует, это точно не партнер. Это точно страна, которая приведет вас к отрицательной стоимости жизни. То есть это страна, которая спровоцирует у вас конфликты, войны в вашем регионе. И, соответственно, цена для ваших детей будущего будет намного выше, чем сегодня. Еще раз подчеркиваю, либо нейтральный, полноценный нейтральный статус, тот, который предполагает абсолютный отказ от поддержки России как таковой, даже несмотря на то, что Россия на рынке предлагает сегодня спекулятивные цены на энергоносители, ну, имеется в виду спекулятивные с понижением, либо поддержка Украины. Либо просто поддержка Украины. Почему? Потому что Украина не территорию свою уже освобождает. Украина пытается мир вернуть в международное право, в глобальные правила. Это можно, это приемлемо, а это нельзя категорически. Если это сегодня не сделать, то завтра еще раз почувствовать все равно придется это делать. Ну, или подождать, пока будет действительно разрушительная война для всех. Всех против всех. Если это сегодня не сделать, завтра цена попытки вернуться в правила будет в десятикратном разе больше. У меня вопрос, который себе задаваются многие люди в Москве, и мне тоже они спрашивали, действительно ли это так. Ну, у многих по этому поводу concerns, как это там. Недавно были какие-то сообщения в прессе, что есть некий конфликт между Залужного и Зеленского. Как вы этом? Это... Насколько вот... Я перейду к этому, но это главная информационная программа, пропагандистская программа, в которой работает Российская Федерация. Для России сейчас важно создать неправильный образ Украины. Страны, которые неэффективны и так далее, они продолжают это вкладывать. Они это делали до войны, они это продолжают сейчас, активизировали эту составляющую. Вторая составляющая, что внутри Украины нет единства. Ну и, соответственно, здесь, как конфликт между военным и политическим руководством. То есть они хотят показать, что Украина уже слабая. И, соответственно, вкладывают во все это очень много ресурсов, масштабируют. И, соответственно, все эти темы, так или иначе, обсуждаются потом без уже участия России на разных площадках. Реальность несколько другая. Реальность выглядит следующим образом. Да, у нас много проблем. Да, мы не идеальное государство. Да, это государство, которое требует трансформации. И президент об этом неоднократно говорил. Да, Украина будет идти. Мы в рамках договоренности с Европейским Союзом постоянно проводим те или иные реформы для того, чтобы сделать архитектуру государства более прозрачной, более сервисной, более компактной и так далее. Да, есть темы, которые необходимо будет убирать и так далее. Это реформа справедливости, судебные системы, правоохранительные системы. Это уменьшение индексов отраслевых проявлений коррупции и так далее. Мы над всем этим работаем. Но реальность другая. Первое. Есть единство в обществе с точки зрения того, что Россия должна быть наказана. Физически, юридически обязательно должна быть наказана за тот тип войны, который она ведет. Не за саму войну, это само по себе право. А даже за тот тип войны. Она ведет преднамеренно геноцидный тип войны. Они убивают гражданское население, они депортируют гражданское население, они депортируют детей. Второе. Что касается военного и политического руководства. Президент страны, господин Зеленский, является верховным главнокомандующим. Это непосредственно его вертикаль, внутри которой есть его подчиненный, главнокомандующий и заложный. И, соответственно, президент как СЭО, как большой руководитель, стратег, который определяет задачи, одновременно имеет несколько операционных директоров. Один из них, военный, еще раз подчеркиваю, это господин Заложный. Там не может быть конфликта, потому что нету субстрата для конфликта. То есть есть прямая вертикаль подчинения. И президент как стратег говорит о том, что нам необходимы такие-то реализации, таких-то целей. И, соответственно, господин Заложный в рамках военной доктрины предлагает те или иные тактические решения. Если результат не получен, а давайте объективно говорить, если наступательные операции не привели нас к тому результату, который бы хотелось получить, то, соответственно, необходимо вносить изменения в тактику ведения боевых действий. Но президент параллельно занимается еще и обеспечением армии, и работой с нашими партнерами для того, чтобы была возможность обеспечивать армию, и решением вопросов, касающихся инвестиций в военные производства, и решением вопросов, касающихся удержания экономики на полу, потому что все-таки мы находимся внутри войны. То есть имеется в виду, чтобы государство имело деньги для финансирования социальных программ. Единство? Безусловно, единство между обществом. Еще раз подчеркиваю, в обществе есть много разных вопросов, дискуссий. Это нормально для демократии даже во время войны. Но в обществе есть единство, и есть единство между военным и политическим руководством страны. В этой неделе саммит в Брусселе лидеров стран Евросоюза. Там один из главных вопросов, начать ли разговоры, открывать ли разговоры с Украиной по вступлению Евросоюза. Там есть определенные проблемы. Ваш министр иностранных дел тоже встретился с министром Венгрии, иностранных дел, чтобы их обговорить. Как вы видите, какие шансы, что будет зеленый свет? Я имею осторожный оптимизм. Почему? Потому что все-таки Европейская комиссия зафиксировала в своих выводах существенный прогресс в тех реформах, которыми занимается Украина. Опять же, и с точки зрения системы правосудия, и с точки зрения унификации правил экономических и финансовых, которые есть между Европейским Союзом как корпоративным органом и Украиной. И так далее. И он рекомендовал начать переговоры не абстрактно. Он, исходя из анализа того, что Украина сделала с точки зрения дерегуляции, с точки зрения того, как будет выглядеть украинская экономика, насколько она будет конкурентна и насколько она будет прозрачна. И поэтому, в принципе, символизм этот очень важен. И начало переговоров, да, безусловно, это тоже процесс, требующий постоянных дискуссий. Есть страны, конечно, есть страны, которые несколько иначе видят будущее Европейского Союза. Они, опять же, имеют право на свои точки зрения. Более того, они, пользуясь этой ситуацией, вполне могут решать свои накопившиеся внутренние проблемы в отношениях с Европейской комиссией и пользуются такой возможностью. Опять же, мы к этому относимся спокойно, потому что понимаем, что демократия не бывает без дискуссий, не бывает без дипломатии, без урегулирования спорных вопросов. И это очень симптоматично и очень важно, что и господин президент встретился с премьером Венгрии, например, и что министр иностранных дел, господин Кулеба, проводит соответствующие переговоры со своим венгерским коллегой, объясняя важность совместного движения к завершению исторического процесса, объединения Европы в единое целое. Украина неотъемлемая часть Европы. Хочет это кто-то признать или никто не хочет, находится кто-то под влиянием российской пропаганды или нет. Российская Федерация не является Европой и никогда не было. Мы, вы, многие другие страны Восточной Европы, безусловно, они являются частью европейского континента. И безусловно, для того, чтобы этот континент развивался максимально перспективно и прогрессивно в течение ближайших десятилетий, нам нужно завершить исторический процесс. Объединение Европы первое, создание эффективного экономического конкурентного пространства второе, третье, обеспечение единой архитектуры безопасности, имеется в виду в рамках коллективного блока НАТО. И, соответственно, все эти процессы, пусть они идут тяжело, через тяжелую дискуссию, но, тем не менее, они позитивны и для Европейского Союза в целом, и для Украины, и, безусловно, для Венгрии. Даже если Венгрия сегодня пытается ситуативно играть другую роль. Михаил Патрилайк, подляк, дякую вам за ваш час. Спасибо.